Больше энергии качественная и надежная. Вопрос строительства третьего энергоблока на Кибастурской ГРЭС-2 от слов перешел к делу. Сейчас уже виден каркас будущего здания, а также построен новый фундамент. Появление дополнительной генерирующей мощности позволит значительно увеличить объемы производства и обеспечить запас прочности самой станции. Наша съемочная группа первой побывала на объекте и убедилась в хорошем темпе строительства. То, о чем так долго говорили, наконец начало воплощаться. На ГРЭС-2 будет новый энергоблок. Работы идут полным ходом. Глава станции лично показывает нам то, что уже удалось делать. При строительстве используются передовые технологии. Одно из ноу-хау это свайное поле. То есть тот фундамент, который мы убрали, сейчас заменен на новые технологии и фундамент под котел. Вот именно на этом месте будет стоять долгожденный котел. Таможенный склад, бетонное растворное хозяйство. Рядом автохозяйство, тут же недалеко пищеблок. Все сопутствующие объекты уже построены и приняты госкомиссией. Всего во время строительства третьего энергоблока здесь будет задействовано свыше полутора тысяч человек. Кириллу всего 25 лет. В его жизни это первая большая стройка. Поставка оборудования идет полным ходом. На площадку строительства поставлено 1400 тонн металлоконструкции первого яруса. Вот вы сейчас видите фермы высокотемпературной секции воздухоподогревателя. Каждая по 70 тонн. Рады начали стройки и аксакалы предприятия. Те, кто стоял у истоков создания экибастузского топливно-энергетического комплекса. И который по-прежнему остается крупнейшим в мире. Кстати, сама ГРЭС-2 также занесена в Книгу Гиннеса. В Казахстане у нас ежегодно вводятся новые мощности, строятся новые заводы. В связи с этим электроэнергии требуется все больше и больше. Кроме того, со следующего года начинает работать Евразийский союз. И я так думаю, что потребуется наша электроэнергия, казахстанская, Белоруссия и Россия. И мы готовы хоть сегодня, хоть сегодня направлять туда нашу электроэнергию. Казахстан и Россия уже работают совместно на базе ГРЭС-2. С этого момента началась новая история станции. Завершить строительство нового блока планируется в 2017 году. А его мощность составит 630 мегаватт. Савва Тимир Булатула и Марат Игликов. Поселок Солнечный. Павлодарская область.